Умение держать удар Масштабная церемония открытия, собственный гимн, добрая слава, передающаяся из уст в уста. Этот турнир давно перестал быть только соревнованием. Настоящий праздник, мероприятие с именем, которое является значимой ступенью на пути в большой спорт для юных боксеров. Ради любопытства вслед за старшими братьями или по совету родителей, эти юные спортсмены пришли в бокс по разным причинам и остались. Данил Степанов вспоминает, поначалу было трудно, даже несколько раз бросал тренировки. Однако сейчас за плечами кандидата в мастера спорта 76 поединков, из которых 68 победные. Секрет успеха в том, что никакого секрета нет. Работа, работа и еще раз работа. И все ради заветного. Победу одержал боксер с синего угла Данил Степанов. Если хочешь достичь высот, то надо правильно питаться, вредные привычки вообще отбросить из жизни и посвящать себя боксу. Правильное питание. Ну, к примеру, рыба, она калорий вообще почти не дает. Скумбрия особенно. Творог, бородинский хлеб, кефир на ночь. Еще иногда лимон ем на ночь, чтобы калорий лишние сжечь. Пробежка ежедневная. Работа на выносливость. Два раза в день тренировки проходят у нас. Строгое соблюдение диеты и режима тренировок все же не гарантируют успеха. Для пущей вероятности немаловажно попасть к грамотному наставнику. В Оренбурге с этим проблем нет, уверяют спортсмены. Тренерский состав все больше молодеет, однако вовсе не значит, что становится хуже. Глеб Кржановский в свои 22 уже учит детей основам бокса. Всего несколько лет назад он боролся в ринге за звание победителя, а сейчас сам определяет победителей. Это хороший турнир, очень серьезный, сильный. Начало года, январь, первые крупные соревнования, то есть подготовка уже к дальнейшим стартам. Всегда этот турнир на призы северного округа очень сильный. То есть сюда съезжаются ребята такие достаточно неплохие. Постоянные гости турнира соперники оренбургских юниоров, спортсмены из Казахстана, второй год подряд и Узбекистана. Сильная школа соседей из ближнего зарубежья и не менее мощный состав российских команд позволяет всем боксерам здорово повысить мастерство. Мы приехали, так нам было здорово, нас здесь встретили, разместили. Я вчера удивился, такое открытие было прекрасное, знаете, вообще в шоке был. Я думаю, что этот турнир даст вашим боксерам, особенно орешбуржцам, путевки на чемпионат России, Европы, мира. Прямых путевок на мировые чемпионаты участники турнира не получили, однако возможность повысить квалификацию использовали. Победителям автоматически присвоили звание кандидата в мастера спорта. Вы знаете, он носит не только еще, имеет не только спортивную функцию, он еще имеет и большое воспитательное значение. Потому что турнир имени Владимира Николаевича Кунюкова, прославленного нашего оренбуржца, жителя нашей Оренбургской области, россиянина, человека, который помог сохранить здоровье не одной тысячи или десятки тысяч даже наших и соотечественников, и жителей других государств. Поэтому турнир действительно очень важный. Напомним, первый турнир по боксу на призы Северного округа Оренбурга прошел без малого четверть века назад. В 2005 году соревнования приобрели статус всероссийских, а с 2016-го получили имя заслуженного врача Российской Федерации Владимира Кунюкова. То, что мы вышли на такой уровень, это заслуженно. Я горжусь этой традицией, потому что я депутат Северного округа, и я понимаю, что это, точнее, я вот именно этим, наверное, я горжусь, восхищаюсь, что именно в Северном округе такой шикарный турнир. Турнир прошел на высоком уровне. Сегодня проходят финальные бои. С города Оренбурга представлено 8 участников. Сегодня у нас подготовлены призы победителям. И главный приз – это такой серьезный ноутбук. Половина оренбуржцев, прошедших в финал, взяли с золота турнира. Еще две медали высшей пробы завоевали спортсмены из Белорецка и по одной – Арчанин и боксеры Зактабе. Абсолютным победителем соревнований стал оренбуржец Николай Осипов. Первый всеармейский чемпионат по шахматам в минувшую субботу собрал сотню лучших воспитанников довузовских учебных учреждений Минобороны со всей России. Те же великие полководцы, им надо хорошо мыслить, умело руководить личным составом. А шахматы – это та игра, в которой надо развивать свое умение мыслить, строить такую комбинацию, при которой получается мало потерь и выигрыш. Разрешите вступить в бой и одержать победу? С шахматом королем лучше, ладно? Замминистра обороны Николай Панков с кадетами сыграть деликатно отказался, однако взамен предложил достойную альтернативу – чемпиону мира по быстрым шахматам Сергея Корякина. Близ с гроссмейстером вышел волнительным. Девять из десяти юных соперников Сергея Корякина потерпели поражение, однако один притяжался дольше всех. Точнее, одна. Самой стойкой оказалась местная звездочка – девятилетняя Аня Шухман. Аня, ты играла дольше всех, поэтому, может быть, ничью мы с тобой сыграем? Ну ладно, давай. Ребята все молодцы, хорошо боролись. Вот в особенности, конечно же, хочется отдельно выделить девочку Аню, которая прекрасно сражалась. Была очень упорная борьба. Играть было очень сложно. Я, конечно, волновалась, но не то чтобы очень. Он просто очень сильный игрок. Занятия с кадетами провели и другие известные спортсмены. В частности, призер Олимпийских игр по стрельбе Сергей Каменский. Пловец – призер Всемирных военных игр Евгений Куликов. Чемпион мира по самбо Анна Харитонова и другие титулованные спортсмены поделились с ребятами секретами мастерства.